Успех Горняка в первую очередь связан с двумя именами Это Пётр Поплун и Игорь Жапченко Расскажите о пути Горняка Как вам удалось за то время, которое вы в клубе, поднять? Я бы не сказал, что двумя имена не связаны Ну, понятное дело, что футболисты, конечно Футболисты, спонсоры Без финансовой поддержки Полтавского ГОКа не было вообще клуба Нечем нам было говорить Полтавский ГОК на протяжении, смотри, 20 лет Это очень большое время Уже клуба, с которого мы начинали, уже 90% нет А мы 20 лет работаем и успешно работаем Вы 20 лет президент уже, да? Да, 20 лет клубу, вот в этом году будет 20 лет нас ГОК поддерживает И вот это все составляющие сошлись Тренер, поддержка, игроки Получилось тоже, получилось А какие цели в первой лиге? Вот вы выйдете, у вас там... Я думаю, мы не пропадем в первой лиге Уровень игры, который мы сейчас показываем И контрольные игры, которые мы проводили с командой первой лиги Показывают, что дистанция не очень большая между клубами Ну, между верхушкой второй лиги и клубами первой лиги Немножко процесс тренировочный, да, интенсивно сделать силу Есть перспектива, даже не смотрите на то, что, возможно, в премьер-лигу выйти? Я еще рано об этом говорил В этом рано, инфраструктура у нас еще не соответствует Но все зависит от спонсоров, конечно Все это решаемо Если спонсор, то комбинат посчитает, что мы уже выросли Мы будем выполнять эту задачу А как вам так, Игорь Валентинович пришел в клуб в феврале 2013 года, насколько я знаю Как вы вот с ним, почему вы вышли на него, почему именно его кандидатуру вы назначили Для того, чтобы он поднимал горняк на новые высоты? Мы переговорились, и он приезжал, посмотрел нашу инфраструктуру Посмотрел нашу команду У нас команда была и тогда неплохая, молодая Но не хватало С самого начала у нас больше социальный проект был А потом со временем мы посмотрели, что ничего страшного в этом нет И соревновательно мы не проигрывали Но мы не ставили таких задач Нас для этой судьи убивали Ну, наверное, все с такой проблемой сталкиваются Да, конечно, все сталкиваются Где-то сами были расхлябаны Как мы начинали У нас такой задачи не было, во-первых Если бы мы с самого начала поставили эту задачу Может быть сейчас было бы полегче Потому что мы начали так Аппетит приходит во время Да, не шутка не мало, как говорится Ну да Там не доработали Так, ну ладно, так Догоним А сейчас вы... Да А сейчас набрали мы приличный ход Смотрите После первого круга мы отставали от Стали на 7 очков Это очень приличный Тем более Стали это хорошая команда Тернополь Был уже все матчи Да Мы были на 6 месте Да, а потом Да, а потом мы посмотрели Присмотрелись Со всеми командами можно играть И судь уже относится по-другому Когда команда сильная Уже не так Ее легко и убить Внутри в Херсоне Пытались нас убить Но даже в девятером выиграли Раньше мы бы уже сложили руки Как в Карловке Два пенальти, удаление В первом круге Ну, мы там проиграли Через... Я считаю, если это случилось сейчас Мы не проиграли Ну, говорим, уже 15 игр без поражений Да 15 игр Это тоже показатель Это говорит не о случайности О том, что командный дух есть Конечно Командный дух Есть какое-то мастерство Уже за понимание Ну и поддержка друг другу Вообще коллектив подобрался Я смотрю на тренировках Как они тренируются Как они в быту общаются Здоровая обстановка Что такое здоровая обстановка Они в одной группе Нет Они работают Сообщая Отдыхают Все заодно Пока все заодно Это приносит свой результат А какие отношения У футболистов с тренером То есть Это больше отношения Игрок Тренер Или даже отец и сын Например Или это больше дружеские Нет Он не уважает его Потому что Он требует Он же не во вред От них требует Он Нету Панибрасу Там Он строгий тренер Вообще Игроки Принимают Это Игорю Валентиновичу Удалось И Кириенко Вывести На новый уровень Почему Ну и вот Кириенко Были Знаете Игроки Большинство думает Что у них еще есть время А сейчас Футбольный век Скоро 10 Это раньше Игроки играли До 36 До 40 Сейчас Такого нет А они думают У них еще впереди Я им говорю Ребята У нас созданы очень хорошие условия Тренировочный процесс Бытовые условия Не скажу Что зарплаты самые большие Но Стабильные у нас Да Премиальные Стабильные Нас финансировали Все для вас Играть Это для вас Мне не надо делать Преодолжение Это все сделать для нас Будете выигрывать Мы только радоваться будем И нам будет плюс И вы Вас заметят Потому что сейчас Селекционеры Я уверен Просматривают Каждую игру Потому что Сейчас времена такие Что легче взять Игрока С авторой лиги Бесплатно Чем платить Деньги Да Как вы чувствуете В городе В Комсомольске Любят футбол? Потому что вчера Тысяча человек было На стадионе Ну У нас были времена Которые Да А тут Много причин есть Не хочу Вдаваться На это Это Хитрое скатение Власти Я знаю одно Власти не поддерживают Вот Вся причина Делать Все Все Власти его любили Была бы какая-то пропаганда Было бы где-то Его Освещали Больше В прессе На телевидении Так это все Как бы Принудительно Вот Мы настаиваем Да Тогда освещали А так Ну Насколько я вот Посмотрел За два дня Что Комсомольск Очень спортивные годы Что там И для лучников поля И там Несколько Спорткомплексов Да Ну это Благодарительные фонды И мы Присоединились С помощью Благодарительного фонда Полтавского Бука Сделали уже два Школьных садюма Перспективы Ну Перспективы Каждой школе Я думаю На Украине Мало таких Садюмов Потому что Член Олимпийского Комитета И Бубка приезжал сюда Ему очень понравилось Эти комплексы Спортивные Школьные Ну вот очень приятно На самом деле Что вот Едешь да По Украине Есть вот такой город Где видишь Что у молодежи Есть возможность развиваться В наше время Такого не было Я помню Вот у нас там Пустырились Мы хотели там Кризис Вот у нас Нестабильная Если было все хорошо Нанеж был Вот Вот На таком Пустыре Команда Мастеров Тонировала Ты представляешь Да А сейчас дети У нас Синтетика Хочешь такая Хочешь такая Хочешь такая Раньше Какие-то результаты Добивались А сейчас Не знаю Компьютер Родители Такие Не знаю Которые Я тоже понимаю Ну нельзя Они У них Отмазка Мы Работаем Чтобы Обеспечить Но Обеспечить Это одно А вырастить здорового Его ребенка Это Тоже Ну конечно Легче Когда ребенок сидит за компьютером Не надо во двор Убегать Я тоже Я понимаю Убегать Убегать